Девушки отдыхают Девушки отдыхают Погоня за пьяным водителем едва не закончилась для инспектора ДПС Республики Коми серьезными увечьями Нарушитель несколько километров провез его на капоте своей машины, после чего на огромной скорости сбросил на дорогу Происшествие случилось на трассе близ города Евма Ночью экипаж ДПС остановил иномарку для проверки документов Водитель показался полицейским нетрезвым и его сопроводили в патрульную машину Там выяснилось, что мужчина действительно выпивал перед тем, как сесть за руль Мужчина признался, что пил вино Он вел себя спокойно и не вызывал подозрений Неожиданно нарушитель закрылся в машине Он явно хотел сбежать И один из полицейских попытался ему помешать Пьяный водитель поехал прямо на полицейского И патрульный оказался на капоте иномарки Автомобиль быстро разогнался Ноги инспектора ДПС задевали за проезжую часть Он мог в любой момент сорваться и оказаться под колесами Лихач не реагировал на требование остановиться И начал специально вилять из стороны в сторону, чтобы сбросить полицейского с капота Инспектор ДПС упал на дорогу и едва не попал под полицейский автомобиль Погоня продолжалась еще несколько километров А, все, попался Нарушитель не вписался в поворот Врезался в сугроб и застрял В этот момент инспекторы ДПС взяли иномарку штурмом Самое невероятное, что пьяный нарушитель не смог объяснить свой поступок Якобы он не заметил, что полицейский висел на его машине И требовал остановиться И он не заметил, что полицейский висел на его машине При падении инспектор ДПС получил травмы К счастью для нарушителя, они оказались несерьезными Но ему все равно пришлось понести уголовную ответственность Москва Автомобиль с видеорегистратором перестраивается в крайний левый ряд И начинает разворачиваться Неожиданно на огромной скорости в бок машины врезается мотоцикл При ударе мотоциклист совершает двойной переворот на асфальте Удивительно, но он самостоятельно поднимается на ноги И убегает прочь с проезжей части Аварии бы не возникло, если бы байкер не нарушил правила Литва Дождливая погода внесла коррективы в работу строителей Из-за размытого грунта в котлован провалился автокран Бригадир и его подчиненные взволнованы и не знают, что делать С каждой минутой автокран проваливается все глубже Рядом стоит многотонный цементовоз Никто не решается, либо не догадывается отогнать тяжелую машину Вскоре она также сползает в яму Рабочим предстоит непростая задача По подъему двух грузовиков на поверхность Сроки ремонтных работ затянутся Махачкала К водителю такси подбегает прохожий Между мужчинами тут же разгорается конфликт Дерущиеся падают на дорогу, едва не угодив под колеса Проезжающие автолюбители спешат разнять противников Однако соперники настроены решительно и мириться не собираются Лишь с появлением полицейских мужчины успокаиваются Постепенно водители расходятся по машинам Конфликт исчерпан Все разъезжаются Красноярский край На проезжую часть перед автомобилем выходит нетрезвый пешеход Он размахивает руками и что-то хочет сказать водителю Кажется, что он возомнил себя регулировщиком Но не у всех хватает терпения ждать, когда он уйдет Чуть по соплям давно не получал Один из водителей придает выпивоке ускорение пинками Все могло закончиться гораздо хуже Так как посреди дороги его мог сбить автомобиль Отпустите меня, товарищ майор Фамилию 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 свою Вы чего орете? Товарищ майор, фамилию свою Вы чего орете? Фамилию свою В Кирове автоинспекторы задержали водителя легковушки за то, что тот в пьяном виде катался по городу и совершил ДТП Однако нарушитель по имени Станислав якобы не заметил, как практически снес бок своего автомобиля ДТП было или нет? Я не в курсе Это важно знать Я не в курсе Вы не попадали в ДТП сфере? Поначалу интеллигентный с виду молодой человек вел себя спокойно И старался быть учтивым с автоинспекторами Будьте добры, выйти мне в протокол В машинку присядь Не в эту Но спустя несколько минут поведение водителя резко изменилось Станислав наотрез отказался подчиняться полицейским и стал без конца требовать у них документы Стоит мне от удостоверения ваше Я вам и уже Товарищ майор Товарищ майор Я прошу тебя стоять на удостоверения А затем и вовсе решил, что у автоинспекторов нет оснований для его задержания Поэтому без зазрения совести сел в свою машину и попытался уехать Машину заводить не надо Я не буду заводить машину Все, я сижу в машине Я думаю, вам места не столь отдаленные не хочется, правильно? Полицейские стали убеждать Станислава выйти из легковушки И в очередной раз показали ему удостоверение Однако на нарушителя это не подействовало Сейчас вы будете выполнять меня требования? Нет, я не обязан, что требуем Почему вы не обязаны? Станислав так и сидел в автомобиле, продолжая испытывать терпение полицейских Тогда автоинспекторы силой вытащили его наружу Водителя заковали в наручники и наконец-то усадили в патрульную машину Но и там Станислав не унимался и выдвигал свои требования Как оказалось, Станислав совсем недавно получил новые права И спустя всего неделю ему пришлось с ними распрощаться Далее в выпуске Еще чуть-чуть и прямо в рай Экстремалы едва не угодили под колеса Наказание строптивого Пешеход прошел по капоту автомобиля Прицельные выстрелы по колесам Давай! Только так удалось остановить лихача Небезопасное развлечение придумали автолюбители в Нижнем Новгороде Молодые люди привязали к своим машинам санки и снегоходы Чтобы прокатиться с ветерком Для некоторых опасная забава едва не закончилась травмами Также владельцы машин хвастались друг перед другом В умении входить в управляемый занос Нередко дрифтеры-самоучки проезжали в считанных миллиметрах друг от друга и от фонарных столбов Все было бы не так плохо, если бы автовладельцы упражнялись на специальном треке А не на стоянке у торговых центров К утру заезженные площадки напоминали ледовый каток Ведь в дрифте принимали участие не только владельцы легковушек Красава! Охрана торговых центров была бессильно противостоять лихачам У пожилых секьюрити не было на это ни сил, ни полномочий Сами молодые люди подобное развлечение не сочли чем-то опасным или недозволенным Ведь в правилах движения на этот счет ничего не сказано А в плане безопасности экстремалы полностью полагались на профессионализм водителей В перерывах между заездами автолюбители и пассажиры собирались, чтобы поболтать и согреться горячими, но ни в коем случае не горячительными напитками Одни обсуждали мастерство друг друга, а другие просто общались и слушали музыку Хотя экстремалы и доставляли неудобства покупателям и работникам торгового центра Прогонять их никто не собирался Ведь несколько десятков проголодавшихся водителей и пассажиров Приносили супермаркету дополнительную выручку Хабаровск Водитель внедорожника, уходя от столкновения, попадает в санос Неуправляемая иномарка оказывается на разделительной полосе Сносит столб и выезжает навстречу Хозяин легковушки пытается уйти от столкновения с Тойотой Но теряет управление и вылетает с дороги Снег смягчает удар Повреждения минимальные Чего не скажешь о внедорожнике Но, к счастью, все живы Система безопасности спасли обоих водителей Ярославль Автомобильный поток останавливается перед пешеходным переходом Водитель «Опеля» выехал прямо на «Зебру» Пешеход решает его проучить и запрыгивает на иномарку Проходит по капоту аккуратно над полосами И продолжает свой путь по асфальту Такое поведение сильно не нравится владельцу автомобиля Мужчина выходит из салона и начинает ругаться Размахивая руками, дает понять, что его машина мало похожа на пешеходную дорожку Но так как молодой человек покрупнее водителя Тот не рискует набрасываться на него с кулаками А решает ограничиться профилактической беседой Видимо, пешеходу есть что возразить И они продолжают предъявлять друг другу претензии Екатеринбург Прохожий ударяет по колесу малолитражки, за рулем которой сидит девушка Автолюбительницу такая выходка сильно задевает И она решает догнать обидчика Вот только повернуть руль, она совсем забывает Разгневанная девушка разбивает не только свою, но и две впереди стоящие машины Обидчик возвращается, но лишь чтобы позлорадствовать Видимо, автолюбительница ему чем-то насолила Или наоборот, нравится Но глупец просто не знает, как признаться девушке Город Волжский Водитель Форда решает проскочить на мигающий зеленый сигнал Автомобиль уверенно набирает скорость и приближается к светофору В это время на перекрестке завершает маневр «Газель» Форд не успевает затормозить и врезается в бок микроавтобуса Из разбитых автомобилей валят клубы дыма Напуганные пассажиры спешно покидают салон злополучной маршрутки Шофер должен был уступить легковушке Автомобиль «Тойота» промчался мимо полицейских Хабаровска Со скоростью 150 км в час Не сбавляя хода, нарушитель стал скрываться от преследования экипажей ДПС Патрульные приказывали льхачу остановиться Но он их игнорировал Останавливайся! 9-7-8! Останавливайся! Опасность, что нарушитель спровоцирует аварию, становилась все сильнее Водитель иномарки двигался по встречным полосам и проезжал светофоры на красный сигнал На красный пошел серый, что получает ждет вокал с воротом В сторону куда идет? В сторону бульвара, по встречке идет! В «Тойоте» ехали двое пассажиров – молодой человек и девушка Судя по всему, никто из них не пытался повлиять на водителя и уговорить его остановиться Опять навстречу уходим! Один из экипажей ДПС не упускал «Тойоту» из виду Но внезапно у нарушителя появился шанс исчезнуть из поля зрения Иномарка повернула с улицы в жилую зону Однако полицейским помешал встречный автомобиль Обратно в сторону Воронежской Где-то анкета Да, в сторону Воронежской, где-то подъехали Беглецу все же не удалось оторваться Полиция была уже и на соседней улице В городе действовал план перехват «Тойоту» окружили Несколько патрульных машин двигались за Иномаркой И ее стали прижимать к обочине Едва Иномарка остановилась Все, кто в ней ехал, выскочили из салона Водитель Иномарки отказался от проверки на алкоголь Оказалось, что машина принадлежала пассажиру И это он доверил управление пьяному товарищу По закону это такое же нарушение, как и самому сесть за руль нетрезвым Прав лишились оба В финале выпуска Молодые да ранние Автоинспекторы задержали пьяную компанию На почве внезапно возникшей неприязнь Пешеход напал на пассажира в машине Поймана с поличным Девушка изменила дорожную разметку для своего удобства Пьяный водитель по имени Роман убеждал полицейских в том, что его задержали по ошибке Вот, не знаю, что сказать Хотя перед этим он вместе с друзьями ехал за рулем машины по улицам Кирова И едва не врезался во встречный автомобиль Что, он пьяный, что ли? Да, это не знаю Полицейские проследовали за подозрительной легковушкой И на соседней улице прижали ее к обочине Ты поровняйся с ним, я вам махну Еще раз Водитель решил обмануть полицейских Он запер двери легковушки и перелез на задние сидения В конце концов Роман решил не испытывать судьбу И сдался полицейским А его товарищи так и остались сидеть в автомобиле Пассажиры устроили в машине дискотеку Тем временем Роман пытался доказать полицейским свою невиновность Как произошло у вас здесь задержание? Кто водитель, не водитель? Не водитель Не водитель Представляете, такая тема У меня друг сегодня из армии пришел Так Он на задние сидения спит Вот этого автомобиля Я видел, я видел Беседа с горе-водителем неожиданно перетекла в другое русло Роман не стал больше оправдываться И решил поговорить с полицейскими по душам Самое главное, вот Любить близких, любить родителей Любить маму, папу Вот это самое главное Вскоре к легковушке подъехали молодые люди И пересадили демобилизованного товарища в свой автомобиль Скорее всего, пьяного пассажира отвезли домой Чтобы тот хорошенько отоспался Романа постель ожидала не скоро За ним приехали автоинспекторы Так что он был вынужден остаться И еще какое-то время побыть в компании полицейских Москва Пешеход с батоном хлеба в руке Резко разворачивается и подходит к машине, стоящей на светофоре Неожиданно он пытается ворваться в салон Пассажир явно не хочет его впускать Но прохожий настойчив и начинает драться ногами Он очень агрессивен Непонятно, что ему нужно Через некоторое время дебошир прекращает свое нападение Однако продолжает угрожать Странный пешеход уходит А на светофоре загорается зеленый сигнал Машины начинают движение Но человек с хлебом ждет на перекрестке Он как будто специально выбирает момент, чтобы ударить автомобиль ногой Как говорится, ядрен батон США Спасатели перекрыли улицу Из-за вымывания грунта Образовался огромный провал В глубокую яму провалилось несколько машин Неожиданно асфальт уходит еще под одной легковушкой Легковушка полностью скрывается из вида Глубина провала не меньше пяти метров Серый внедорожник буквально завис над ямой Задние колеса машины находятся на подломленном асфальте Велика вероятность, что и он свалится вниз Отогнать автомобиль крайне рискованно Лучше дождаться спасательной техники Москва Водитель Ауди обгоняет машины через сплошную разметку И вклинивается между грузовиками Это едва не приводит к аварии Но лихач продолжает чудить за рулем Водитель решил подразнить шофера грузовика И показывает ему неприличный жест Все заканчивается аварией Похоже, хозяин Ауди на это и рассчитывал Одного он не учел Подставу зафиксировал видеорегистратор Девушка привыкла собственноручно решать актуальные проблемы Она подбирает краску под свет асфальта И зарисовывает двойную разделительную так Что получается пунктирная разметка Въезд во двор с дальней полосы движения Уже вроде как и не будет грубым нарушением правил В любом случае можно автоинспекторам сказать Что, дескать, вижу прерывистая линия И поворачиваю А кто двойную закрасил, не знаю Старожилы говорят, что кто-нибудь постоянно Замазывает сплошную Подобный вид изобразительного творчества Похоже, у многих стал хобби Не все, правда, знают, что последствия для художника Могут оказаться очень серьезными Да и для участников движения тоже Разметка ведь не с потолка берется Москва Водитель минивэна трогается с места Но его подрезает иномарка Автомобили едва не врезаются друг в друга Когда поток снова встает Из Тойота выходит мужчина и идет к Мазде Из нее тоже появляется водитель По сравнению с хозяином минивэна Он явно в другой весовой категории Видимо, в воспитательных целях Здоровяк берет соперника за грудки Начинает трясти его и что-то выговаривать Выплеснув гнев, крепыш уходит Но его противник недвусмысленно крутит пальцем у виска Такое не прощается Водитель Тойоты вновь возвращается Берет молодого человека за воротник И начинает таскать из стороны в сторону Но ход поединка резко меняется Хозяин Мазды точным ударом попадает Здоровяку в челюсть И ловко уворачивается от следующих в ответ ударов Заканчивается конфликт так же быстро, как и начинается Наконец успокоившись, оба рассаживаются по машинам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok